Если проанализировать месяц, о котором только что сказал Иван, вот три недели парламент отдыхал, одну неделю, вот вроде бы мы чем-то занимались, если проанализировать, что принято на этой неделе, можно сказать, действительно, два позитивных законопроекта. Это законопроект 2093, по которому возвращены льготы чернобыльцам по инициативе, в том числе депутатов оппозиционного блока. И второе, мы приняли постанову, которую приняли к исполнению те рекомендации, которые нам дала миссия господина Кокса в отношении неэффективной работы парламента. В отношении вот тех там так называемых безвизовых, там спецконфискационных законов и так далее. Вот меня очень повеселила фраза лидера самой большой пропрезидентской фракции в отношении того, что нам нужно ввести, господина Луценко, в отношении того, что нам нужно внести изменения в закон о спецконфискации, потому что в Интерполе засели агенты Кремля. Не потому, что наши правоохранительные органы не умеют готовить документы и не расследовали ни одного уголовного дела нормально за эти два года, а потому что там засели агенты Кремля и так далее. Зрада, короче. Да, зрада. Я думаю, что если бы парламент на этой неделе не выяснял, все прекрасно понимают в этом зале, что, и это понимают наши телезрители, что имя нового премьера найдено, и действительно, скорее всего, на следующей неделе, я думаю, что пусть об этом говорят представители коалиции, знают. Знаете? Я думаю, что на следующей неделе все это увидят, и я думаю, что не мне об этом говорить. Но я хотел сказать о другом. Вот я отвечаю на ваш вопрос, почему я не согласен с тем, что выборы не являются выходом в данной ситуации. Я действительно точно так же, как и мои коллеги, ответственные депутаты, гражданины, понимаю, что выборы несут определенные риски для страны. Но этот парламент в том виде, в котором он есть на сегодняшний день, в нем нету главного, в нем нет политической ответственности. Попытки сместить Арсения Петровича с тем, чтобы выпустить пар общественного мнения, с тем, чтобы вся коалиция осталась как бы с залаштунками этого дела, и показать, что вот мы поменяли плохого премьера, и сейчас будет хороший, я думаю, что вот сейчас пусть они поставят тогда хорошего, которого, я так понимаю, уже нашли. И этот хороший пусть возьмет на себя всю ответственность за все те высоченные тарифы, за неиндексированные заработные платы и пенсии. Опять же, мы предлагали на этой неделе есть законопроект по изменению в бюджет, по которому это достаточно легко и логично и обоснованно можно было бы сделать. Поэтому, если парламент, есть два выхода. Либо парламент начинает работать, и коллеги из коалиции, а она будет, все это прекрасно понимают, на какой-то период времени берут на себя ответственность, либо мы не тянем кота за хвост и уже сейчас идем на досрочные выборы, потому что без досрочных выборов решить эту ситуацию нормально, с тем, чтобы реально перезагрузить страну невозможно.